Привет, привет, дорогие друзья! Здесь с вами Татьяна, вы меня видите, слышите, пожалуйста, скажите привет. Сегодня, как обычно, мы с вами пишем только по-русски, хорошо? И сегодня немного экстренная ситуация, потому что я хотела делать видео в Фейсбуке и в Инстаграме. Обычно я делаю наши конференции, встречи на моем компьютере, но сегодня я не знаю, почему прямой эфир, лайфмод, не работает на моем компьютере. Поэтому я делаю на телефоне, и я надеюсь, что все будет хорошо. Хорошо, мы с вами сегодня будем практиковать русский язык, да, я хочу, чтобы вы активно участвовали. Писали, хорошо, это очень-очень важно, пишите, это очень важно для меня, практикуйте, реагируйте, пожалуйста, обязательно лайкайте, хорошо? Привет, Джереми, привет-привет! Сегодня очень жарко в Париже, я живу в Париже, здесь очень-очень жарко, сегодня 33 градуса, я думаю, в Фаренгейтах это может быть 95, да, 93-95. Вот, я, мне очень жарко. Напишите, какая погода сейчас у вас, в вашей стране, в вашем регионе. Вот, попробуем, попробуем, попробуем активно сегодня поработать. Хорошо, наша тема сегодня, дорогие друзья, это природа, 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 слово природа. В слове природа есть слово род, род, это значит начало, что-то очень важное, откуда мы, откуда мы, мы из рода. Например, глагол родиться, да, глагол, слово родители, родители, рождение, день рождения, родственники, родственники это семья, и природа, то есть природа это что-то, что даёт жизнь. Так, Джереми пишет, очень жарко в Лондоне, да, я знаю, Джереми сейчас 35 градусов в Лондоне, пейте, много воды. И Джефф пишет, что он должен работать, да, Джефф, в США сейчас день, да, не вечер. Микелла, да, пишет, в Италии 30 градусов, да, тоже жарко, да, 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 жарко, жарко, жарко. Хорошо, почему я выбрала тему природы? Потому что сейчас лето, жарко, и я хочу всё время, в выходные я хочу быть на природе, отдыхать на природе. Я хочу гулять в лесу, хочу быть около озера, около моря, отдыхать на природе. Это очень популярная фраза в русском языке. Ездить на природу, отдыхать на природе, летом, это очень приятно, правда? Пишите, дорогие друзья, отдыхаете ли вы на природе? Летом, вообще, часто, и так далее. Да, фейсбук сегодня работает не очень хорошо, ничего страшного. Хорошо. Так, хорошо, всем привет, всем привет. Да, вы знаете, что в России есть дача, в России есть дача. И дача – это очень важное место на природе, где русские любят отдыхать в выходные. Да, я хочу сказать, что в конце нашей встречи будут интересные фразы, интересные выражения о природе, о погоде. Поэтому не уходите, оставайтесь до конца. Что можно делать на даче? На даче можно купаться, купаться, да, купаться в озере. Обычно в России эта дача – это на озере, недалеко от озера. Можно гулять в лесу, мы будем говорить об этом. Что можно делать в лесу? Можно в лесу собирать грибы и ягоды. Можно собирать грибы и ягоды. А да, у меня картина, вы видите, картина сзади. Это картина художника Владимира Соловьёва. И я вижу, что Владимир смотрит этот урок. Я вам рекомендую этого художника прекрасного. Да, кстати, это город Тбилиси. И в Грузии очень красивая природа тоже. Можно гулять в лесу, можно собирать грибы и ягоды. И ягоды в августе, в сентябре. Например, я была недавно в Карелии. И в Карелии уже в конце июля и в августе можно собирать грибы. Вы представляете? I imagine, это очень рано. Я очень люблю собирать грибы. Но когда я с человеком, который знает правильные грибы, съедобные грибы, съедобный гриб, значит, вы можете есть этот гриб. И несъедобный гриб вы не можете есть. У меня есть подкаст о грибах. Пожалуйста, слушайте его. Дорогие друзья, а вы? Вы любите собирать грибы? Пишите. Владимир любит. Кто любит собирать грибы? Я люблю. Пишите. Я люблю собирать грибы. Можно на даче загорать, загорать на пляже, если это озеро, обычно это песочный пляж. Песочный пляж. Друзья, я хотела бы вам писать, но, к сожалению, это трудно. Потом я напишу вам лексику потом. Песочный пляж. Песок – это такие маленькие-маленькие элементы, гранулы, и их много-много-много, и есть пляж. Обычно это очень удобно, очень приятно. И обычно туристы и люди любят песочный пляж, песочный пляж. Друзья, если вы можете, пишите, пишите, есть ли море или озеро в вашем городе. Если это не песок, если это не песок, это будет галька. Галька – это большие камни, такие камни. И обычно это не очень, не идеальный вариант, потому что, когда вы ходите ногами, это может быть чуть-чуть больно. Песок – это приятно. И галька, если вы любите массаж для ног, да, может быть, это может быть приятно. Так, Джефф пишет, в Остине очень жарко. В понедельник температура повысилась до 43 градусов Цельсия. Кошмар! Джефф, как вы живете там? У вас есть кондиционер, я надеюсь. Михела пишет, я люблю есть грибы и пасту, и пиццу. А, есть. А собирать? Может быть, вы любите собирать пиццу в лесу и пасту? Может быть, в Италии в лесу есть пицца в лесу? Да, и в России обычно люди, когда они едут на дачу, пляж – это, конечно, пляж около озера. Да, это не море обычно, это озеро. Хорошо, какие есть формы, формы территории, формы на земле? Какие есть типы ландшафта? Ландшафт – это пейзаж. Да, какие есть типы рельефа? Рельефа вообще в мире. Ну, например, есть лес. Лес. Эрик, привет, Эрик, спасибо, что смотрите. Да, есть лес, и в России очень много леса. И я люблю гулять в лесу, но я не очень люблю гулять в лесу одна. Обычно, когда я дома и когда я работаю, я думаю, хочу в лес, сейчас хочу в лес, одна, не хочу друзей, не хочу музеев, хочу в лес. И иногда я это делаю, я еду в лес на поезде, и я захожу в лес, и потом я думаю, я одна в лесу, это немножко страшно. Поэтому я думаю, что лучше гулять в лесу с друзьями. Как вы думаете? А, Аня пишет, ландшафт – это немецкое слово, да, я думаю, что, да, ланд – это земля, и шафт, я не знаю, что это значит, шафт, может быть, как форма, форма земли. Лес, в России также есть поле, поле – это так, да, и там обычно есть трава, обычно, когда есть овощи или фрукты, это поле. Спасибо, друзья, я вижу очень много сердец, пожалуйста, лайкайте и любите. Поле, есть горы, в России есть горы на юге, на юге есть горы, есть степь, да, степь – это такое русское поле, очень большая-большая территория, где можно на лошади. Да, например, в Монголии много степей, да, степь – это как такой, один из символов России, да, степь. Тоже есть тундра. Тундра – это тип леса. Тундра – это хвойный лес, да, хвойный лес – это лес, где есть ёлки. А, я очень хочу вам написать, но, к сожалению, не могу. Ёлка – это дерево такое, это ёлка. И тундра – это лес, где есть небольшие ёлки. Потом у нас есть тоже долина. Друзья, я потом вам напишу эту лексику, хорошо? Долина. Что такое долина? Долина – это между горами. Горы, 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 долина. Например, на Кавказе есть долины, да, горы, 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 долина, долина. Если нет ничего, только песок, санд, да, песок, как сказать, может быть, вы знаете, друзья, как сказать, это место, где много песка. Песок, песок, песок. Например, Сахара. Сахара – это что? Может быть, вы знаете, что это? Сахара. Напишите, как называется это место, где много-много-много песка. Кто может мне написать? Пожалуйста, напишите. Сахара – это что? Я жду. Кто напишет первый? А, я могу писать. Ура, 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 ура. Как называется пляж? Да, Эрик, это правда пляж, там много песка. Но пляж – это на берегу моря. А, например, Сахара, Гоби, в Африке, пустыня. Молодец, Эрик. Молодец, Эрик получает географический приз. Да. Пустыня. Пустыня – это место, где только песок и дюны. Дюны. Да, привет, Тран, давно не видел вас. Вот я здесь, я была в Карелии, друзья, я была в Карелии, и у нас будет специальное, специальное видео, конференция о Карелии, потому что я могу говорить о Карелии очень много. Да, Тим, правильно, пустыня, тоже пустыня. Хорошо, какие есть животные? Какие есть животные на природе? На природе есть, например, это длинное слово, млекопитающее. Млекопитающее – это такое трудное слово. Млеко, млеко – это молоко, да, молоко. И питаться – это есть. Значит, млекопитающие – это животные, которые, когда они маленькие, пьют молоко, их мамы. Это мы тоже млекопитающие, люди тоже млекопитающие. Коровы, лошади, свиньи – это всё млекопитающие. Потом у нас есть, конечно, рыбы. Рыбы, да, рыбы, да, рыбы. Потом есть птицы. В лесу обычно много птиц. И очень важное слово, этих животных много везде, но не все знают, как сказать это по-русски. Это насекомые. Насекомые – это маленькие-маленькие животные, насекомые. Например, мухи, комары – это насекомые. Когда я была в Карелии, там много насекомых, там много комаров. Много, много комаров. Да, лалзирмави, да, лалзирмави. Если можно, пишите по-русски, пожалуйста. Да, молоко – это милк, да. Много комаров, и люди, у них есть специальные спреи от комаров. И дома у вас есть специальный аппарат против комаров. И это очень эффективно. И в результате я не имела больших проблем с комарами. Потому что спрей, дома этот аппарат, и нормально. Но в лесу, например, без спрея – это просто, трудно. Много комаров в Сибири. Просто ужас, Эрик пишет. Да, я понимаю, я понимаю, это ужас. Нужен спрей специальный. Вот, у нас есть млекопитающие, рыбы, птицы, насекомые. Кстати, друзья, вы можете написать фразу «Если бы я был или была животным?» «Я вам помогу». «Если бы» – это игра. «Если бы» – только по-русски. «Если бы я была животным?» «Животным?» «Так, я была бы кем?» «Я была бы ежом». «Если бы я была животным, я была бы ежом». «Еж» – у меня много ежей. «Еж» – это так, это еж, например. «Если бы я была животным, я была бы ежом». Можете написать, дорогие друзья, «Если бы я был животным?» «Я был бы» или «была бы». Вы можете написать, пожалуйста, я жду, я жду несколько секунд. «Если бы я была животным?» «Если бы я был животным?» «Я был бы кем?» «Джереми, я был бы собакой». «Если бы мужчина?» «Я был бы». «Я был бы собакой». «Хорошо». «Это плюс творительный инструментал». «Я был бы собакой». «Кто мне пишет?» «Я был бы собакой». «Да, хорошо, Эрик. «Если бы я был животным?» «Я был бы орлом». «Орлом». «Да, друзья, используйте грамматику». «Я был бы орлом». «Орлом». «Орёл» – это такая прекрасная птица, очень большая, белая, серая. Очень многие страны, у них их символ – это орёл. Так, Анна пишет «рысь». «Рысь» – это как большая кошка, дикая кошка, очень красивая, с такими ушами, ушками. Так, рысь, но осторожно, я была бы рысью, я была бы рысью. Так, «Лал» – «Я был бы собакой» тоже, да, рысью, собакой, я ежом. Кто ещё? Пишите. Кто ещё? Угу. Так, хорошо, пишите, друзья. Я буду читать. Хорошо, мои, какие мои отношения с природой, отношения, relationship, да, какие у меня отношения с природой. Я девушка из города. Так, Надер, я был бы волком, да, очень хорошо. Волк, волк, вы знаете, волк – это в лесу живёт волк. О, Юлиус, я был бы ягуаром, и очень хорошая грамматика. Я был бы волком, я был бы ягуаром. Так, кто ещё? Кто ещё пишет? Молодцы, очень хорошо, молодцы. Пожалуйста, лайк, чтобы сказать «молодцы». Хорошо, я девушка из города, я родилась в городе, в маленьком городе, в Северодвинске, может быть, вы знаете. Потом я жила в Нижнем Новгороде, потом я жила во Франции, в Лионе, и сейчас я живу в Париже, да, значит, я всегда жила в городе. И когда я еду к друзьям в деревню, и я вижу, например, порову или лошадь, я всегда, я немножко боюсь, потому что я не знаю, как реагировать. Надер, я был бы пингвином. А, отлично, мне очень нравится пингвин. Так, да, и я, у меня такое парадоксальное чувство, филинг, я хочу на природу, но когда я на природе, я чуть-чуть боюсь. И, а как вы, друзья, пишите, вы предпочитаете город или деревню? Я не знаю, потому что я предпочитаю город, но сейчас я думаю, что я хотела бы жить в деревне. Может быть, да. Что я не очень люблю? Я не очень люблю ходить в поход. Ходить в поход. Ходить в поход – это когда вы долго идёте в горах, в лесу, долго, целый день или несколько дней. И вы спите в палатке. Спать в палатке. Дорогие друзья, скажите, вы уже спали в палатке? Вы уже ходили в поход? Вы любите ходить в поход? Вы любите спать? Спать в палатке. Михаил пишет, я предпочитаю деревню. Я вас понимаю. Но для меня есть одна маленькая проблема. Я не вожу машину. Я не вожу машину, поэтому я не могу жить далеко в деревне, где нет транспорта. Лал, пока-пока. Лал должен спать. А вы, наверное, сейчас у вас поздно. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Михаил пишет, я предпочитаю деревню, я предпочитаю город, потому что там у человека есть много шансов. Да, много шансов, много возможностей, лучше сказать. Много возможностей. Это правда, это правда. Например, я сегодня вечером иду в Лувр. У меня есть абонемент, я иду в Лувр. И да, я могу там быть 30 минут и потом пойти посмотреть что-то интересное. Да, в городе много возможностей, это правда. Хорошо. Почему мне нравится русская природа? Чем мне нравится русская природа? Почему? Это очень интересно. Может быть, вы уже ездили на поезде в России? Я ездила недавно в путешествие, вы знаете, в Карелию, из Парижа, в Карелию на север, на поезде. Я провела на поезде 118 часов. Это много. Я всё делала только на поезде, не на самолёте, только на поезде. И это интересно, потому что в России, если вы едете с севера на юг, или с юга на север, пейзаж, ландшафт меняется. Чейн-чейн-чейн, меняется очень быстро. Вы видите лес, хвойный лес, хвойный лес. Потом вы видите просто лес, берёзы русские. Потом на юге вы видите и море, и горы, и пальмы. Это если вы едете в России с севера на юг. Но если вы едете на поезде с запада на восток или с востока на запад, пейзаж в России почти не меняется. И часто люди, которые едут на Транссибирской магистрали, они хотят увидеть много пейзажей, но нет, это березы, 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 елки, 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 березы, елки, березы, елки, березы. И люди часто говорят, пейзаж не меняется, да, потому что в России, Россия, вы знаете, самая большая страна в мире и очень-очень большая территория, и там пейзаж не меняется почти, почти не меняется. Вот, и мне нравится, мне это нравится, потому что, когда ты в поезде, и ты вечером ложишься спать, елки, 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 утром встаёшь, елки, 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 и ты думаешь, вау, какая большая страна, какая большая территория, да. И если вы хотите много пейзажей, вы едете с севера на юг или с юга на север. Пьер говорит, я предпочитаю горы, да, Пьер, я знаю. Надер, предпочитаю город, потому что там много людей, я могу использовать и практиковать русский язык. Да, это правда, это правда, что если вы живёте в деревне, в маленьком городе, да, как практиковать русский язык? Но сегодня есть интернет, да, ура, есть интернет, можно по интернету практиковать. Аня говорит, мне нужен город и природа, я была на Кавказе, это было слишком прекрасно, очень прекрасно, хорошо. Тим говорит, в лесу родились елки, да, есть русская песня, в лесу родилась елочка, одна. И да, в России много елок. Вот такой интересный пейзаж в России, да, поэтому если вы мечтаете, хотите ехать на Транссибирской магистрали, вы должны знать, что пейзаж не будет меняться очень сильно, поэтому будьте готовы морально. Что мне нравится ещё? Мне нравится русская природа, потому что там нет или почти нет границ, нет границ. Границ, это как лимит, да, border, граница. Например, я живу во Франции, и обычно, когда мы с друзьями в выходные идём в маленький поход, может быть, три часа, четыре часа, есть конкретная дорога, да, идите туда, потом туда, потом туда. Это очень цивилизованно, это очень хорошо. Друзья, я пишу вам слова, вы можете смотреть слова, я пишу вам в чате, да, под видео. Лексику. Да, и всё очень цивилизованно, туда, сюда, так, и вы всегда видите город. Здесь город, там город, всегда есть конкретная дорога, да, если вы живёте в Европе, маленькие страны, вы знаете, о чём я говорю. Может быть, если вы живёте в США, может быть, в США это чуть-чуть как в России. Это большие пейзажи. По-русски мы говорим бескрайние просторы. Простор – это значит, посмотрите, я вам написала, простор – это много места. И бескрайний, значит, без конца, нет конца, можно видеть очень далеко и много, бескрайние просторы. И во Франции, например, поля, там есть часто овощи, и это очень хорошо, что есть индустрия, да, есть овощи, есть агрикультура, сельское хозяйство, но вы не можете гулять, где вы хотите. В России, когда мы на даче, и мы идём гулять, это просто вы идёте, куда вы хотите, очень много места. Можно идти, 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 лес, поле, опять лес, и церковь старая. Нет границ, и мне это нравится, например. Но, конечно, нужно гулять с человеком, которого вы знаете, да, это важно иметь человека, который знает, куда идти. Да, природа в России может быть дикая. Например, когда я была в Карелии, в городе Беломорск, скоро будет моё видео для дачников в Беломорске. Да, друзья, пожалуйста, вступайте в наш клуб «Русская дача», я вам очень рекомендую. Если дачники здесь есть, пожалуйста, напишите, вам нравится в клубе. Я надеюсь, что да. И да, в Беломорске, например, там есть медведи. Там есть медведи. Я не видела, но есть люди, которые видели. И вы гуляете в лесу, и вы смотрите. Я смотрела. Я смотрела. Нет ли медведя? Недалеко, потому что может быть медведь. Может быть медведь, может быть очень опасное животное. Оно называется «Росомаха». Посмотрите, посмотрите в интернете «Росомаха». По-русски это «Волверинь». Росомаха. Это очень опасное животное. Так, друзья, пожалуйста, русская дача сейчас. Становитесь дачниками прямо сейчас. Так, теперь самое интересное. Несколько выражений, несколько выражений о природе. Есть такая фраза в русском языке «У природы нет плохой погоды». «У природы нет плохой погоды». Есть такая песня из фильма «У природы нет плохой погоды». Это значит, что дождь, снег, всё может быть красиво. Это всегда красиво. Мы всегда можем увидеть что-то красивое в природе. И я согласна. Например, во Франции люди часто жалуются на погоду. Люди жалуются на погоду. Люди жалуются на погоду. Значит, люди говорят «Опять дождь», «Уже два дня дождь». Или сейчас «Как жарко». Жарко, жарко. Пьер, бескрайние просторы. Можно ли говорить про горы? Горы – да. Да, можно, да. Пьер, я знаю Пьера. Пьер работает лыжным инструктором в Альпах во Франции. И тоже он, мы с ним летали на параплане. Да, Пьер. Обычно я не занимаюсь экстремальными видами спорта, но тут я летала на параплане с Пьером. Да, я вам рекомендую. Да, например, французы обычно жалуются на погоду. Мне очень нравятся англичане. Да, кто из Англии? Джереми из Англии, я думаю. Да. И в Англии, даже если дождь, то, что, 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 англичане идут гулять. Они идут гулять, это не проблема для них. Марк, в Германии люди жалуются на погоду всегда. Хорошо, понятно. И да, русские думают, я думаю, что в России такой, может быть, такой тяжёлый климат, что люди, для людей это нормально. Очень интересно, в России в ноябре люди жалуются, что нет снега. Потому что в ноябре всё чёрное, тёмное, грязное. И когда снег выпадает, люди рады, что всё красивое, белое. Поэтому в России иногда люди жалуются и говорят, ох, поскорее бы, поскорее бы снег выпал в ноябре, потому что люди хотят белый красивый снег. Так, ещё интересные выражения о природе. Например, выражение «витать в облаках». Витать в облаках. Облака – это белые, такое, белые вещи в небе. Облака обычно белые или серые. И когда мы говорим «витать», «витать» – это летать, витать. Я витаю в облаках, это значит, я мечтаю, я не думаю о серьёзных вещах. Я витаю в облаках, я не концентрируюсь, я думаю о другом. Я витаю в облаках. Например, на уроке, если учитель что-то говорит, объясняет, и вы... Он может сказать «хватит витать в облаках». Хватит витать в облаках. Да, хватит витать в облаках, значит, хватит мечтать о другом. Витать в облаках. Кстати, по-украински я думаю «я витаю», это значит «мне нравится», я думаю. Я читала много раз в Фейсбуке, люди пишут «а, витаю», и это значит «мне нравится», я так думаю. Хорошо, другое интересное выражение. «Мороз по коже», «мороз по коже», «кожа» – это здесь, да, это наша кожа, 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 кожа. И «мороз» – это очень холодно, мороз по коже, когда минус 30 градусов, это мороз. И мороз по коже, значит, это очень страшно, мороз по коже. Например, когда я была в Карелии, и мне сказали, что там есть медведи, у меня был мороз по коже, я почувствовала страшно, мороз по коже. Когда я представила, I imagine, что я встречу медведя, у меня был мороз по коже, мороз по коже. Хорошая фраза. Так, ещё интересная фраза. Затишье перед бурей. Затишье перед бурей. Буря – это шторм, да, шторм. Шторм. Шторм по-русски – это обычно в море. И буря – это на земле, буря. Да, Марк, мороз по коже, шер-де-пуль, точно, точно, по-французски говорят «кожа курицы». Да, у вас, в вашем языке есть такое выражение, друзья, когда очень страшно, шер-де-пуль, мороз по коже. Да, буря – это шторм. И затишье – это когда ситуация спокойная, ситуация нормальная, тихо, тихо, спокойно. И затишье перед бурей значит, что короткий период времени будет тихо, спокойно, и потом – бум! Например, например, вы что-то сказали, например, вашему партнёру, вашей жене или мужу. Вы что-то сказали, что-то неприятное. И он вам или она не ответил, ничего не сказал. И он сидит спокойно, читает книгу на диване. Читает книгу, ничего не говорит, но вы чувствуете энергия агрессивная. Да, он ничего не делает, не делает скандала, просто читает книгу. И тогда вы можете сказать «Затишье перед бурей». Это значит, что будет скандал, да, будет большой скандал. Например, вы скажете «Хочешь ужинать?» И он скажет «Ужинать?» И это будет буря, скандал. «Затишье перед бурей» – это когда ситуация спокойная, но вы знаете, что будет буря, будет скандал, будет взрыв. И, наконец, дорогие друзья, последняя фраза, мне очень нравится – это «Ветер в голове». «Ветер в голове». «Ветер» вы знаете, «Ветер» – это «Ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф У него ветер в голове. Как вы думаете, друзья? Пишите. Как вы думаете, что значит ветер в голове? Как вы думаете? По-русски, по-русски. Так, Марк, мороз по коже, Гансе хаут. На немецком языке. Я не знаю, правильно ли я читаю Гансе хаут. Так, ветер в голове. Что это значит? Кто может сказать? Как вы думаете? Лайкайте, лайкайте. Смотрите Клуб Русская Дача и пишите, что значит ветер в голове. Подумайте. Подумайте. Хорошо. Я вам скажу. Спасибо, Джонни, спасибо. Ветер в голове значит, что человек несерьезный. Он несерьезный, да. Ветер в голове. Например, мы можем сказать, твой сын, он женился? Твой сын женился? И другой человек может сказать, какой женился, у него ветер в голове, какая свадьба, еще рано, у него ветер в голове. Это значит, ты не думаешь о серьезных вещах. Ты не очень еще, может быть, серьезный человек. Или, например, мы едем на каникулы, и мой молодой человек мне говорит, Таня, не забудь выключить воду. Не забудь выключить воду. И он говорит один раз, не забудь выключить воду. Второй раз, не забудь выключить воду. И я забыла, например. И он может сказать, у тебя что, ветер в голове? Ветер в голове, да. Это не очень вульгарно, это не очень грубо, это нормально. Так, это значит, наверное, то, что человек не думает много как нужно. Да, вы правы, он не очень серьезный. Хорошо. Ну что, дорогие друзья, это наша сегодня была лекция. Я очень рада, что вас было так много. Спасибо, что комментировали. Я очень люблю делать этот формат Facebook Live. Вы знаете, что я давно хочу делать вебинары с хорошей вебинар-платформой, где вы можете говорить тоже, не только писать, это моя мечта. Я надеюсь, что в сентябре я куплю эту платформу, доступ, аксесс к платформе. Вот, и для этого мне нужна ваша поддержка. Пожалуйста, вступайте в клуб «Русская дача». Вы будете смотреть много видео. Там очень много подкастов. Уже два года, уже больше, чем два года я делаю подкасты там. И если вы станете дачником, вы можете все эти подкасты послушать. И каждую неделю, почти каждую неделю есть новые. Марк, когда начнется вебинар? Думаю, что в сентябре, Марк, в сентябре. Все, дорогие друзья, становитесь дачником, покупайте транскрипции, делайте дарения на сайте. Очень была вас видеть, рада, очень рада была вас видеть. Вы отлично пишете по-русски. Кто не писал по-русски, это не страшно, но кто писал по-русски, молодцы. Лайк, 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 браво, браво. Молодцы. Пьер, Джордж или Хорхи.